Да, взяла. Поехали в магазин. Правда, еще не знаю, в какой. Видите, уже что-то есть подобие горки. Так, ты, она же сейчас за нами побежит. Уйди, уйди. И ты опять вся мокрая. Уйди. Она сейчас за нами побежит? Да, не догонит. Привет, еще раз. В натуре. Здоров. Тогда поедем в какой магазин? Так, в какой магазин? Я думаю, в этот. В Эльку в бывшую. В Кит. Кстати, у меня же там это, огнебьевая защита. А, давай съездим, точно. Вот дрень какая, под колеса лезет. Она вообще не понимает машины. Мы тогда ходили гулять, ее с собой взяли. Да здесь-то ты не уедешь. Короче, она вообще под машиной лезет. Не то, что лезет, она встанет и стоит. Ей пофит машина, не машина. Раз пять, наверное, чуть не сбили ее. Блин, дура, реально. Вот куда побежала? А вот, приезжайте ее. Да она как грязная. Черт. Больная на всю бушку. У нас все животные такие. Дебильные. Нет, приходят к нам нормальные, да? Ну. Мы их портим. С нами какие-то вообще дебильные реально остаются. Вот не зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Но мы же не до такой степени отбитые. Не говори, за машинами-то не бегай. Так она еще перед машиной бегает. Нет, это бесит. Беги хоть с краю. Сбоку или сзади. Давай здесь еще ступи. Сейчас стопнем. Смотри, что не залезло. Вот дебилка, а! Уди! Она, смотри, не пропускает еще. Нет, она не пропускает, реально. Вот дрянь, ой, дрянь. Давай быстрее, все. Ускоряется, 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 вон. Хитрожопая. Захотела тоже. Что, ускоряется? Я не вижу вообще ее. Где-то бежит, давай, давай быстрее езжай. Бежит, бежит, блин. Она догоняет нас. Ну, в прошлый раз так же и здесь, около КБ от нее. Не вижу. А все, она до КБ добегает, до нашего любимого магазина и все. Маршрут на этом закончен. Блин, давно я на Марсе не ездил. Я сегодня, короче, на четверке это ездила. Это вообще такой трэш. Я лежа ехала. Ну, то есть, переключалась. Не достаю до сцепления, кресло не регулируется. А ты расскажи, как ты с места съезжала? Как? Нормально. Ты за место сцепления на тормоз нажимала? Ну, я на середине, это прикиньте, вообще все. Вот так быстро человек привыкает к хорошему. Ну, такая, на среднюю педаль нажимаю, у меня коробка не втыкается, первая передача. Ну, что за херь, вообще ничего не пойму. Думаю, сломала, что ли, уже села все. Забыла, что сцепление, это, ну, конечно, на нее левая нога кладется. Томас. Ну, и не надо привыкать. Зачем? Если надо перебываться, вот, вообще, вот на днях, потому что такой минус ожидается. На свое место вставай. Сколько градусов? 4 градуса показывает. Темно, вообще темно, смотрите. Страшно ехать. Вот кто-нибудь идет по дороге или какая-нибудь пьянь ползет, и все. Я вообще этого боюсь. Не говори. Так вот сбить человека. Ну, опять охота все успеть. Поэтому ездишь на скорости. Видно, нет, нормально показывает. Видно, да, как у негров в шопе. Вот так вот. Это у нас по всему городу. Такая канитель. Слушай, это. А, ты сейчас по выходным, это, в будни-то работаешь, да? Да. Блин, к электрику надо съездить, лампочки поменять все. Ой, давай ты сам, я вообще нет. Да мне вот тоже некогда, блядь. Мне не то, что даже некогда мне трясти начинает от этих всех работ с машиной. И с этим Opel я страдала все. Короче, компьютер показывает ошибки. Четыре лампочки. Ну, а по факту чего? А по факту я нашел только две. Ну, значит, какие-то есть, которые ты не знаешь. Ну, да, да, да. Тут лампочки напихано. Блин, а ты на заправку как я вчера заправлялась? Вон, видишь. Ты на сколько вчера заправлялась? Да я вот на Лукоил заезжала ненамного. Пятерку, наверное, залила? Нет, ну, 30 рублей. Шестерку, блядь. Шестерку. Не, не шестерку, там, на Лукоиле бензин-то 55 рублей, наверное. Не, не, это что 6 литров-то? Один раз влопнул. Я думала, потом на Газпроме заправлюсь, но не доехала. Вчера сработал до моего. Я что, время-то ведь 6 часов. Ладно, скоро буду отключаться. Да у меня дегустация закончилась на фотофиниш. Надо было бы раньше выехать, съездили бы, хоть там колбасы поели бы. Пожрали бы, пчел и чачи. На дегустации-то. А что, кстати, лангустины-то будем брать, нет? Мы посмотрим. Да, кстати, это, насчет стрима ты сказала, да? Нет. А что, завтра будем стримы? А, я вроде говорила. Или сегодня? Нет. Короче, смотрите, сегодня планировали стрим готовить лангустины с вами вместе. В смысле планировали? Вообще первый раз об этом слышу. Я планировал, я. Может быть, я и вам это говорил. Но не получается, так как нас пригласили в гости и просят меня, чтобы я пожарил мясо. Ну, Света сама-то. Они там мясо замариновали. Вот, просят, чтобы я пожарил. Сейчас мы съездим по делам и пойдем мясо жарить. Или у нас будем жарить? Не знаю, а что ты такой модный-то планируешь? Меня-то не надо в известность ставить. Почему я тебе когда сказал-то еще лангустины давай возьмем? Так лангустины возьмем, но про прямой эфир-то я вообще первый раз слышу. Я думал, как бы это. А что, нам только на камеру можно лангустины есть? Почему нет? Ну, таки, а где взаимосвязь с лангустины и стрим? Ну, у нас уже как традиция, просто если едим какие-то вкусняхи или отдыхаем вместе с рубятками. Правильно я говорю, рубятки? Поздняк. Поздняк метаться. Как-то я есть хочу. Ой, я как хочу есть. Супа поели и все. Есть, есть хочу, есть. Так что, вот такие вот делы. А ты что не в куртке? В какой? В кожанке? Да. Ну, смысл ее одевать? Я на эту кофту ее не могу натянуть. Она же на футболку одевается. В смысл ее одевать? Ну да. Или на рубашку. До этого натягивала, сейчас не может натянуть. Ну все что, мышцы выпираются со всех сторон. Блин, про заправку забыл. Где заправимся? Покажи им наш город, что ли. Что-то показывать, ничего не видно. На каждом шагу магниты до пятерки. Вот и весь город. Вон магнит, вон пятерка. Там монетка. За этим. Захлебничный, кстати. Там раньше этот был. Ариант. Что-то закрыли его. Раньше вообще здесь был магазин славянский. Кто каменский, те помнят. Такая сеть хорошая была. А еще раньше, где-то в 90-х годах, здесь, я не помню, тоже продуктовый магазин был. И вот здесь рыночные палатки эти металлические стояли. Да, я помню. И вот здесь я, короче, продавал ворованное молоко в детстве. Смотри, ну кто едет-то вообще, что ли? На ровном месте развернуться не может. Там столько места, блин. Я помню эти, но металлические. Вот, я, короче, продавал там ворованное молоко. Ворованную картошку в детстве. Деньги зарабатывал. Я помню, еще вот продам молоко. И зайду в этот магазин, вот напротив, продуктовый, помнишь, был? Вот сейчас. И покупал там жвачки вот эти, медальончики. И это, в пачке такие, как они, печенье, типа Аленка, что ли они назывались. Там 4 печеньки всегда было. Зачем? Ну, они мне очень нравились. И арахис в шоколаде. О, арахис в шоколаде вообще. Арахис в шоколаде. Еще мне кулечек заворачивали вот так вот. И там грамм 100 возьму вот так вот, помню. Ну, любил вообще вот этот арахис в шоколаде. И я их как семечки ходил, короче, грызу. Я сейчас даже не могу найти этот арахис в шоколаде нормальный, который в нормальном шоколаде. Ну, в какао порошке этот стрюмный, который сейчас скрипит на зубах. А именно в шоколаде. В песком, который. А того уже нет вкусного. Там жареный арахис был. Нет, мы один раз нашли такой, знаешь, где в Заречном. Там у меня промо-акция была. А, нет, открытие монетки было. Мы с Данилом ездили, там работали. И зашли в какой-то магаз. Тоже у них какая-то сеть. Ну, своя, видимо, местная. Потому что два магазина там по городу. И вот этот арахис нашли. Такой вкусный. Ну, вообще. Худож туда съездить. А один раз помню, вообще лоханулся, короче. Поехал продавать молоко. А, и Шамиль со мной поехал. И, блин, это. И мужик подходит. Че, парни, у кого свежее молоко? Я говорю, у меня. Да такой, дай попробовать. Кислое нет? И взял, короче, из банки. Отглотнул там, короче. Вот так вот выпил. И не купил у меня в итоге. И че? Кинул меня. Ну, и че? Я чуть-чуть не заплакал домой. Взял остаток, увез домой. С одной банкой уехал. А зачем ты дал? Ты че, не знал итога, что ли? Ну, я думал, он купит, но... Ну, он приехал. Тут попробовал, там попробовал. Да, молока набрался на рынке. Это как мы раньше, короче, бабки, семечки продавали. И у одной возьмешь, короче, щепотку, у второй карман наберешь, и все, насвидули. Угу. Они еще такие конкурентки, помнишь? У меня бери, у меня бери, там, у меня... Да. Че ты, Петровна? Зачем у тебя брать? У тебя вот сейчас только взяли. Да помолчи ты там, Анатолиевна, ты там ноги свои сушишь, видали? Короче, реальная конкуренция была, блин. Давление в шинах просят проверить. Слышали, да? Пикнула. Так давно уже. Кстати, она мне показала, надо уровень масла смерить. Я тебе втрату еще, кстати, говорила. На холодную там надо было проверить. Долить надо. Там же есть остатки. Че-то я не знаю, почему она в этот раз сожрала. В прошлый раз это всегда есть в норме было. Так что вот такие дела. Да, помню, хорошие времена были, веселые. Да вообще раньше классно было, сейчас неизвестно, что будет реально. Так страшно. Вот живем, как я знаю, на барховой бочке. Люди какие злые, такие вообще злые все, собаки. Вот ты смотри, вот самое такое золотое время. Это вот с 2000-го года и по... Первый, когда этот был? Мусора стоит. Мусора... Не шоу. Первый кризис в 12-м или в 13-м году? В 8-м году. Или в 8-м. Ну, короче, до 12-го года точно было вообще шикардосненько. Я помню, блин, зарплата была полтинник в то время, в 10-м году. Не вставай здесь. В 10-м году зарплата была полтинник. В магазин сходишь, на 500 рублей ты полкорзины наберешь тогда. Да, бутылка масла стоила, кстати, мы уже об этом говорили, я точно помню, 19-20 рублей. Сейчас бутылка масла, блин. Зарплата та же самая, 50 тысяч. Цены вообще выросли. Бензин стоил сколько вообще. Я говорю сюда, не вставай, там менты стоят. Да? Вон туда стоят. Может, там посудку здесь, короче, нельзя машину ставить. Парковка запрещена. И эти там стоят. Все как положено. Вместе пойдем. Как бы это пальто не замарать. Мое беленькое, классное. Любимое. Что-то у меня капюшон на одной стороне. Окей. Ой, так семечками запахло. Жареными. Вкусно. Осенние ботинки уже натянула. Оги купила, хотела Оги надеть. Нет, мы же договорились, что на Вайлберисе за каждое 400 рублей. Сколько она там? 417. Ну, где я посмотрю, здесь может такие же. Ну, вряд ли. Там уже закрыто все наверно. А нет. О, нифига себе. Афганский казан. Просто казан. Классный. Мне Настя все говорит, купи его. Вообще классная вещь. Ну, блин, я не люблю вот эти все крышки. Ой. Здравствуйте. Ну, блин. Оно, наверное... А, это сад же есть у вас? Оно, наверное, это сад. Нифига, 180 рублей эти стоят. Как, так надо? Ну. Что, не хочешь зайти? Такой дорогой. Нужно, если брать, так вот такой вот маленький вообще. На 10 сейчас вот забирали. 8 вчера продавал. А на 10 сколько стоит? 400. Это чугун, да? Да, чугун. Натуральный, да? Не знаю. Вот такой маленький казанчик. Вот такой я взяла. Вот эти бадьи огромные. Блин, вот если бы у него эта... Крышка была бы как сковородка. Знаешь, вот есть же такие... Вот точно забрали бы все. В смысле как сковородка? Ну, они сковородочные идут. Переворачиваешь и... Это плоская сковородка. Не видела такие, что ли? Саша-то это что ли? Вот типа, да, пошли. Не, ну а взять его... Ну не сейчас. У вас долго еще цена там будет? Ну хотя бы разница причем. Четыре литра. А, пол-литра разница. И 200 рублей разница. Вот это было с четырех сторон. Вот это, я думаю, лучше взять побольше четыре литра. Ладно, пошли. Ну что, нашел? Нету, прикинь. Вот где-то магазин у него. Сейчас, пошли. Да что там нету там? Галамарти, что ли? Да, нету. Нету, конечно. Ну все, давай пошли в этот магазин. Надо на Вайлберисе заказывать. Скорее уж. Так, мы чуть сюда пришли. Зачем? Ну этот здесь. Кручай камеру, не хочу переворачивать. Ну потом видео соединять, у меня памяти нету. Поэтому вот так вот кручу-верчу. Тепочку кручу, чтобы закрывать надо. А, точно, точно, точно. Точняка. Подшлемники продают, прикиньте. В смысле, подшлемник это балаклава, что ли? Балаклава подшлемником стала? Или она и была такую, я думала. Это просто балаклава. Вот это метр пять, да? Вот это метр пять, да? Так, здесь что у нас? А, здесь семь и два, что ли? А к нам нужно-то немножко, метр три-четыре. Нет, метр три-то. Семь и два. Вот это взять тогда. А там что, посмотреть цепи-то, может? Есть? Вон там, наверное, большаяся. А, нафига там 299 рублей, по-гонему, нет, что-то сдурили, что ли? Так, четыре, восемь. Да хватит, вот. Послушай, она зверь какие-то маленькие, нормальные? Выдержит? Вот она, какая, вот там, что ли? Подожди. Подожди, не знаю, выдержит, нет. Вот это вот, нет, это пять, 169. А что цена-то у них какая-то? Вот у нас 65. 65. А, вот он, а вот он. Нам надо вот такую. Ага. Ну, вот эту взять, да, 7 метров? Ну. По-третьих. Ее. Что, ну, а позвать, кто сегодня отрубит? Держи. Так. А где у них эти-то? Кто? Карабины? Там вот, где у них. А это что, для чего? Соединители какие-то? А, цепь соединения. Мощные. Мощные. Тебя. Мощные. Капни. Мощные. Мощные. Продолжение следует... Такая херь, как цену увидела. Добрый вечер, вы можете нам цепь отмотать? Подойдите, пожалуйста. О, нефига себе. Все, новогодняя атрибутика. Это классно вообще все. Ни-ка, здесь Казан сколько стоит. Так, там 3,5 тысячи 400, 4 литра 1600. А вот тут 3 косаря. Хрень. 3 косаря. 3 тысячи рублей. 3 тысячи рублей. Вот такую лопатку, кстати, надо. Метров пять бери. Договорим еще. Блин, что-то много, мне кажется, как-то. Много? 4 бери. Покажи. Ну. Конечно, вообще. Ой, даже 3 можно. Да ты что? Нет, давайте 3, да, сделаем. Она же нам по везде будет. Да-да, сможет сходить. О, интересные какие-то шипчики. Я думаю, как-то зрение. Ох. А где тросик? Карабин. Выбрал? Карабинчик? Ай, да. Не надо. Вот такие херни. 2 рубля. Всякая чушь. Всякая чушь вообще продается. Зачем это все? Сколько там? 2 карабинжина? Да нет, 1 хватит. Как 1 лавка шейнику 1, 1 к тебе. К этому надо будет. К тросику. К тросику. К тросику просунем сюда. Да. А, ну да. Действительно. Такие огромные, смотришь, что ли? Да, конечно, вот. Да, значит, не это. Вот это, что ли? Кстати, вот недавно видела вот такой вот, как это называется? Как это называется? Шайба? Гайка. Гайка. Ты что, гайка-то, которая это, с резьбой, которая закручивается? Ну, вот так она и есть гайка. Это болт, это гайка, да? Да, да. А я почему-то думала, что гайка это вот. Я думала, что гайка это болт. Ну, видишь, даже не пролазит. Беременчиша. Или вот такое взять? Нет, не надо такое. Надо, чтобы ее можно было отпустить в любой момент. Нет. Почему? Ну, чтобы я тебе еще раз говорю, что можно было отпустить в любой момент. не заморачиваться, там эти болтики не скручивать. Нажать и вуаля. Кто включил музло? Так, ну, придется вот эту взять. Ну, и как-то соединить, что ли, вот эту. Ну, давай так. Больше мы никак не сможем. Да что, ты не можешь подобрать, что ли? Что, в чем проблема? Меньше нету или как? 8 на 800 на дыш. Меньше есть, но они без... Без гайки, без этой. Вот с гаечкой. Ну, и затянуть тросик в двух сторон. Ну-ка, дай-ка. Цирка тяжеленная. Лохматущая. Лохматующая. Рымболт. 200 рублей штука. Бразикс. Бразикс. М20. W, W. W. Нет, W. L, L, I, 2T. Короче, какая-то вообще... Какая-то хрень вообще. Вот всякая мелочевка, да? Мне кажется, чтобы открыть такой строительный магазин, это столько нюансов нужно вообще все предугадать. Что купить? Всякая вот эта вот шляпа, вот эта вот зачем-то все. Вот это вот я даже не понимаю. Так, ничего. Я, видимо, здесь, наверное, чтобы тросик, да, гулял? Как-то так. Хорошо, чтобы оно было, чтобы он там не царапал. Это зале, а что еще наборит? А вот это что за зажим для стальных канатов. Слушай, ты же еще хотела узнать по пропитке. Подожди, что-то еще я хотел здесь. Что-то есть хочу, прям так резко стошливо. А, горелка, горелка. У тебя. Степлер 2000 рублей стоит. Наверное, классный. А скобы сколько стоят? Где скобы на степлере? А вот так-то недорогие. 60 рублей. Я думала дороже, рублей 300. Вот это называется, знаете, как старость. Ходить, таскаться по этим строительным магазинам. И уже начинаешь получать удовольствие. Это здесь, да? Да, да, да. Топливо будущего. Какие-то гранулки. Как их вообще? Посмотри, как они горят. Они как вспыхнут. И все. Топливные гранулы или пелеты. Биотопливо, получаемое из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства. Вот такая вот фигня. О, нифига себе, какой рубанок интересный. Такой аккуратный, маленький. Фаворит. Какая-то линейка. Прям отдельный столик для нее. Отдельная полка. Лобсик. Два косаря. Шлифтмашина угловая. Вон, две двести стоят шлифтмашины. Что ты хочешь опять? Горелку газовую посмотреть. Она есть вообще? Вот. Должна быть снизами. О, нифига, слышишь? Да, ну вот такой костюм надо полностью. Сколько он стоит? Тысяча четыреста. Он какой-то не теплый. Ну, тонкий. Да нефигня какая-то. Как цену увидели, а фигня. Было бы рублей триста, вообще было бы огонь. Да вообще, это как-то голый. Так это где вся газовая шляпа, вот там ее и надо смотреть. Ну, он сказал, где-то здесь, с разделением. Вон эти рулетки, нифига, 700, 800 рублей. Что, сдурели, что ли, вообще? Цена-то и 100 рублей. Смотри, нам вот такие надо. Это что такое? Это струбцина. Что такое струбцина? Ну, зажимать доски и склеивать, что ли. Одна с 700 рублей. Херня какая-то. Вообще. Все обосрали. Я помню вот эти штучки на пилинке. Мне кажется, раньше в каждом доме такая фигня была. А эти? Паяльные эти паяльники тоже у всех были. Потому что постоянно эти телевизоры, какие-то микросхемы отходили. Их нужно было припаять. Короче, там вообще капец. Все так сложно было. Даже вот, смотрите, гвоздодер, да? 500 рублей. Маленький. 500 рублей. Такая фигня вообще. Боже мой. А здесь ты что ищешь? Ну, смотри. Нету в этой газовой длине. Я вижу, вижу. Так смотрю для себя все. Может, что-нибудь не будет. А это что-то мультиинструмент? Граната? Что за мультиинструмент? Ну, на всякий случай. Что на всякий случай-то? Ну, дома лежит этот и надо. А, это отвертки? Конечно. Так ты так и скажи, что отвертки. Я говорю, что за инструмент? Что нету, да? На всякий случай. Где она? Больше больших пыльников шлангов. Нет. Таких нету, да? А, только эти маленькие. Нет. Нет, это ни к чему. А пахала, картонка, 9 рублей. 9 рублей. Слушай, здесь вообще дорого. Смотри, здесь Казан стоит 3 косаря. Который там стоит 1600. Вот такую сковородку хочу. А зачем такие большие размеры? Я вообще не люблю большое на кухне. Я наоборот люблю маленькие такие кастрюльки. Ну, понятно, короче. Херня все. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ммм, звездочки. Ой, смотри, гирлянда 1,5 метра 49 рублей. Вот это цена, она мне нравится. Ну-ка, посмотри. Вот это я понимаю. 49 рублей. Было бы еще метров 10. Сколько есть метров? Пойдем попробуем. Там что подведено? Это электричество-то нет? Нет, нет. Вот здесь это будет. Здесь, да? Отлично. Просто не вывели, я только... Угу. А там есть возможность ее соединять с другими? Мне кажется, вот таких нет. Нет, нет. Ты вытащи что-то ее в коробке, дай посмешную югку. Ой, смешная какая. Ну, в полтора метра. А полтора метра она вместе с этим? В бокал, в посуду что-нибудь такое опускать. Не на елку. А мы дом хотели обтянуть ей. Нет, что же. Слушай, подожди, ты же хотела в банку опускать. Пойдет? Да, кстати. Вот, куда-нибудь чисто когнику. Да, да, да. Точно. Ты мне сделай это основание деревянное. Да, надо сделать. Короче, у меня тема есть. Потом покажу как-нибудь. Вот если Полик мне сделает, вообще будет на Новый год самое то. Винстил видео. Вообще так классно выглядит задумка. Короче, там идет такое основание деревянное и фонари. И получается в банки кладутся вот эти гирлянды. Все это соединяется, естественно, в одну розетку. И она как дерево такое. Дерево, фонарь, что ли. Я даже не знаю, как там называть. Что, пошли? Все, ничего же не надо. Ой, мы хотели это галоши-то быстрее. Теплые же какие-то. Ну, это что, какие-то говнотопы еще огромные. Сколько? Все, пластиковые. Что ты здесь смотришь? Пошли отсюда уже. Может ходить здесь бесконечно с утра до вечера. Нафига себе набор, да? Туристический пикник 3200. Маленький столик. Все-таки мы удачно взяли. Мы за сколько взяли? Ты морячка, я моряк. Ты рыбачка, я рыбак. Так ты сам делай, что ли? Покупать собрался, что ли? Ты на суше, я на море. Да купи липу. Какая проблема? Ну-ка, смотри, сколько тут ширина, метр? Вот, косарь. Тысяча на пятьсот косарь. Тысяча на пятьсот? Ну, тысяча. Нет, а там что, там нету пятиста. Ты что сочиняешь? Тридцать, наверное. Подожди. Написано сто на пятьдесят. Ну, вот посмотри, вытащи. Тут же нет пятидесяти. Там видно. Ну, здесь, да. Подожди. Сантиметр в тридцать. Двести, да. Чумелек, вон, рядышком что есть. А, вот семьсот на триста. А, вот она, сколько она стоит? Восемьсот восемьдесят. Девятьсот рублей. Девятьсот рублей. На меня похоже, да? С таким же брюшком. Такие всякие вообще штучки. Вешалка из липы. Сто пятьдесят рублей. Обожженная. Смотри, кстати. Зазаикалася. Иди сюда. Посмотри, как прошлифовано плохо, да? Вот раньше мы бы не обратили на это внимание. Капец, вообще так ужасно тут. Сосна. Почему, сосна думаешь? Так я вижу, что это сосна. Вообще, смотрите, как эти. И сколько? Пятьсот рублей стоит вот это? Четыреста пятьдесят рублей. Охренеть. А вы еще говорите, что у нас доски дорогие и стремные. Смотрите, сколько стоит вообще. Такая шляпа. Пятьсот рублей из сосны. Гигрометр банный. Изопарка тушится. Ну все, поехали. Не знаю. А, что не надо, но мне соли. Ничего не надо. Какую соль еще? Соли. Нет. Не нравится мне. А вот эти не надо поджопники. Ну так-то надо. Сколько они стоят? Пятьсот рублей. Не надо. Какие-то стремные поджопники. Все пошли. Сами сделаем. Конечно. Конечно. У нас руки-то что? Из жопы растут, что ли? Ладно, все. Мы к кассе подходим. Надо будет рассчитываться. Надо рассчитываться. Я такая тоже идиотка. У меня же дегустация закончилась. Все. Пока-пока. Говори пока. Пока.